Сегодня в Екатеринбурге на визе средь бела дня пожар вспыхнул в квартире, где в это время были и стар, и млад. На пятом этаже 16 этажки номер 44 по улице Крауля с 7-месячной внучкой нянчилась ее бабушка. Пока непонятно, как и что случилось, с чего начался пожар, но известно, что спустя 15 минут после полудня сюда вызвали пожарных. Еще до того, как первая машина остановилась во дворе, Ночкар запросил на базе подкрепление. В результате на тушении здесь работали 7 спецмашин при 26 бойцах. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что из окон пятого этажа идет густой черный дым. Начальникам Краула было принято решение о незамедлительном поднятии ранга пожара до пожара 1 бис. Прежде чем приехали огнеборцы, 16 человек самостоятельно вышли из дома на свежий воздух. Точно так же, как первой это сделала та самая бабушка из квартиры эпицентра, схватившая грудного ребенка и выбежавшая с ним на руках на улицу. Позже примчалась и 44-летняя мама, и вместе их повезли обследоваться в 9-ю детскую больницу. Тем временем профессионалы продолжали делать свое дело. Спустя полчаса после вызова было объявлено о том, что открытое горение в квартире ликвидировано, а от дыма людей спасали специалисты. С звеньями ГДЗС из подъезда было спасено 7 человек, из них 2 ребенка. Благодаря грамотным и слаженным действиям удалось не допустить гибели на пожаре. В это время довольно зло, но пророчески. Шутили ученики школы, расположенные по соседству. Ну и все. Главное, что животное не выстрадали. Я переживаю только холодно. За людей нет, да? Да. Люди при пожаре, слава богу, все остались живы и здоровы, а вот трое братьев наших меньших всего этого не пережили, надышавшись ядовитого дыма. Два кота были найдены пожарными уже мертвыми. Третьим был пес породы Шпиц, который еще едва подавал признаки жизни, и огнеборцы пытались его всячески откачать, но все попытки заставить собаку дышать самостоятельно успехом не увенчались.